В октябре 2019 года изменили правила организованной перевозки детей. По новым требованиям школьный транспорт теперь оснащен ремнями безопасности. Современные автобусы стали поступать в муниципалитеты республики. Один из них уехал в Канажский район, в Шибылгинскую школу. Желтый и яркий, соответствующий правилам безопасности. С появлением нового автобуса, дорога к знаниям у учеников станет комфортнее, а интервал движения сократится. Перестанут тревожиться и родители, доехали ли ребята вовремя до школы. Не в 5 часов вставать, а к 7 и уже к 8 школу будут приезжать. Второй автобус будет возить, а так и ждут они долго. Раньше у нас был всего лишь один автобус, и детям было немножко сложнее добираться до школы. Школьный транспорт на этой территории никогда не ездит пустым. Второй школьный автобус для нас это такое событие историческое, потому что мы можем разнообразить свой процесс учебный, воспитательный процесс. Конечно же, у нас не будет проблем с отвозом детей. Самое большое количество детей из деревни Калиновки. Вот 37 детей оттуда мы возим. Новый автобус вместимостью 22 места. Конечно, автобус он нужен день, день, 120 километров гоняешь, один, один гоняешь. А тут сейчас будет полегче, и дети рано не будут вставать. Педагоги отмечают, теперь географию поездок можно расширить. Мы ездим на соревнования по бегу, по легкой атлетике, по баскетболу, по волейболу, по плаванию. И часто, когда мы ездили на соревнования, автобуса не было, поэтому детям приходилось добираться домой пешком. Ключи от новых школьных автобусов получили 15 муниципалитетов. В рамках программы предполагается полная замена старого транспорта. Это направлено, чтобы дети передвигались в комфортных условиях, в безопасных условиях. Поэтому я надеюсь, что данная программа уже функционирует более 10 лет. В республике продолжится закупка автобусов и в 2020 году. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика.